Дмитрий, здравствуйте! Здравствуйте, дорогие друзья, соратники, подписчики, зрители! По прошествии фильма, который был посвящен камнеобработке, у многих зрителей канала возникли дополнительные вопросы. И вот сегодня мы связались с Дмитрием, это человек, который нам устраивал экскурсию. И Дмитрий любезно согласился ответить на ваши дополнительные вопросы. И вот сейчас я хочу предоставить ему слово. То есть, в принципе, мы с нами можем сделать что-то, что сегодня. Единственное, что время, стройки, опыт, способность, которая одноднажды, способность и любовь, как я сделаю. Вот так вот. Поэтому делали бы мы такие скульптуры, делали бы мы такие колонны, но здесь больше вопрос не в том, что мы смотрели бы или не смотрели бы. Могли бы. Единственное, что если такая вот потребность и заказчика достигнуть финансовую возможность, потому что там финансовые возможности должны быть просто по-настоящему. Надо вращать этот эффект, чтобы получить вот эту фигуру вращения, как Александристоя Солон. Это, кстати, по-настоящему вопросу, там, где он говорит, по-триску Солон. Ну, то, что вокруг нее ходили там и придавали ей отружность, это, честно говоря, для меня сомнительно. Это фигура вращения. Она вращалась. Презентральная, инклюзия, сексуальная, но она вращалась. Панная, которая сделана из границов, ну, это тоже фигура вращения. Может быть, не фигура вращалась, может быть, инструмент вращался вокруг. Вот там же на видео по изготовлению структуре есть, по-моему, фагмент, где изготавливается заказ на шестикортинатном станке, ну, голова, структура головы. Вопрос везде, не обязательно чеку, для этого или иного, где-то, например, струйная какая-то рейка построит какой-либо инструмент, ну, серьезно, тихонечко, там, например. Я говорил, что инструмент, ну, собственно, даже алмаз, должен несложно сделать. Единственное, что в чем секрет технологии? В том, чтобы кто-то знал, как это сделать, то, что это сделано, то, что это сделано, то, что это должен понимать, как это должно быть сделано, то есть где-то вот эти знания мы уже дают. Да и есть фотография, вот удалить металлические построения. А самое интересное, что вот, я не знаю, если это говорят, что это такой биополимерный дефон, то что они не отливали прямо это здание, или эту стену, вот прям целиком? Не делали ее монолит. Вот почему? Как делают сейчас? Кстати, хороший вопрос. Ну, металлов в те времена, если делали такое изделие, то было достаточно, чтобы усилить это все арматурой. Может быть, и за интересную сеть на устойчивости, что это все может прыгать и обратно вкладывать в эту фигуру, и взять поте, вот там, допустим, в Японию. Там дома могут скачаться, собственно, они не и сами, чтобы одевать что-то, а наличные структуры, металлы, дефон. Поэтому, вот, что это за конструкции, а потом у нас в отлетах всегда и у них людей отрасываются. Всегда. Вот я построил в своей, как-то участвовал в постройке трех городей, ну, практически занимался, построил. Там часть дачи там построил. То есть я и мне приходилось с дефонными работами делать эффективные, сделать эффективные, эффективные, эффективные. Я всегда понимаю, что от заливки бетона всегда остаются какие-то струкли. А свой дефон, и свой дефон, все равно это эффективно. А здесь вот такие глынки, там, вот, глыбы, там, он явно там больше эффективных струкли. Вот. Зачем тогда ее, если бы ты был ворочек, то есть можно было ее отлить, там, бедрами? То есть промехамизные такие были, после ворочек, такие же. А вот если я учусь сейчас, так, нарезать каменные блоки, для того, чтобы потом превратить каменные клейбы, то есть листы, там, прорежать тросами, профиливают, так, чтобы таксмировали, так сказать, цирку вполне, вот, вероятно. Потом ее торцуют со всех сторон, это благословка. Ну, если механизмы сильные, то прекрасно могут сделать другую форму. То есть все еще, как бы, на компьютере все это нарисовано, то есть заданные углы, то идти, так, подогнать очень легко. То, что это полигональная класса, и там, ну, если угол заутки, он не достаётся, то вот внутренние углы, казалось бы, проблемы. Ну, вспомните, сейчас вот очень популярная машинка, вот эта вот вибрационная такая вот, как мультиковый называют, реванатором, то есть там такая треугольная вибрационная насадочка, от которой можно залить в любой стоп. В том числе они и есть, и с алмазной крошки, и все-таки от плавок. Не проблема. Проблема вот только вот заказчики, и необходимости такого сурубления, и, естественно, финансов, в которых должно быть трос за полоскальное для выглядела таких подъектов. Это не сегонова, то есть это граница, то обработка, как это граница, это мы в мрамор можем покидать. Сейчас, да, да. В границе я чуть-то, как раз в два раза в день. Прямо, чуть. Так вот. Знаете, когда-то вопрос, что-то, знаете, можно, что-то многое, а какая-то двигательная. Вот этот блок, который, я не помню, что он выработал, если бы это большие число, как-либо, если бы это тысячи творчества, или так, или так, или так. Я не знаю, а тут на экране это выявить, наверное, так вот, если я пошел демонстрация камеры, вот, демонстрация камеры, да, вот это изображение. Ну, я пока не вижу, но я потом картинку вставлю. А, вот появилось, да, 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 да. Так, это, этот блок, он, он очень, скажем так, немаленький. Я, честно говоря, не знаю, из какого материала сделано, что это такое. в любом случае технология зацепляет. Ну, и блоки, которые отфиливают на карьерах с гранитой и мрамором, а не все, что вообще-то маленькие, весьма не маленький, механизмы с тобой работают очень большие. Я только увидел из фотографий, вот так вот, и так вот, и так вот, и так вот, ну, возможно, когда-нибудь, и так вот, и так вот, и так вот, Вот это, классно, видно ее, нет? Да, да. Это, где-то, в Америке, я помню, фильм из Клярова, из Клярова, вот этих сооружений. И вот здесь вот излучайно интересный распил материала, такое ощущение, что он был нянь, да, вот, крышки, вот, нарезали и складывали, что это бетонная отрезка, ну, а смысл, вот так вот, ну, как ей так, плевать, казалось бы, где-то вот опалубка, такая опалубка, стандартная, нестандартная, что они поставили камень, какую-то опалубку делать, да, то есть вы все-таки считаете, что это природный камень, просто обработанный? Вот так, и, то образом, нарезали их и складывали, чем складывали, я не знаю, как это, что там за кресеточки такие, что ли, то есть в моментах, как складывали, складывали, ну, нарезать разные, может быть, нарезать, конечно. Силы, которые больше нас с вами в два раза, в основном, и больше нас будет и есть. И так, и стечки, и стежки, и груды, все это не сложно, все это просто машина. Ну, группаринки данного изделия сложных, но как, почему они не стремились и увы, то есть, экономили этот материал, по-анименому, расход, как вот, нас теперь нужен хороших вот таких размеров. Стонировали, фасбас, вырвали, вырвали, Все это производилось, наверное, на месте просто, мгновенно. Честно говоря, это полная загадка. Какой-то вырвали, вообще все. Ну, вот лично у меня складывается впечатление, что для тех, кто делал такую полигональную кладку, как бы, проблемы не было камень на месте нарезать и сложить вот так, как он есть. То есть, как мы хлеб нарезаем, так и люди тогда, того времени, резали вот камень. Нарезали вот как им нужно, подрезали уголки и сложили. Да, но здесь уголки-то, они самые интересные. Нам бы понятно, вот мы хлебушек можем нарезать там, смотрим на одну дольку, и все равно мы две одинаковые точки нам никогда не получим. Да, да. То есть, вот эти уголочки, они же нарезаны таким образом, они все разные, все плетало. Да, да. То есть, вот как будто приглянули один к другому и двойным таким ножом брать, и идеально подходит друг к другу. Мне, чтобы состаковать детали одной с другой, и что-то практически незаметно было, вот так и дело, извлекая две детали и посредине сделаем две. И такая деталь потом извлекается в обслуживание почти. Ну, здесь это трех координат, что учитывается такое вот мастерство обработки. То, что это бетонная отместка, не знаю, а зачем под пикапом скрывается в таких шестерах форме под пикапом. Может быть, здесь сам никакой не зашифрован, какой из пикап может быть так не видно. Ну, а дефонный атлетм, монолитм, экспедитерный. Вокруг нас строится здание, которое сейчас так сделают. И где-то видно, что это дефон. ванна вот эта. Ну, как поразмышлял, я так-то ее не сделаю. Ну, надо было поставить глыбу заготовку на какое-то вращающее основание. Либо, пускай она так и стоит, ну, или что-то такое вращалось на круг. В этом случае да, это все сразу такие обручности, можно это чувствовать, то есть циркульным методом вращения либо заготовки, либо инструментом об этом вращении. То, что недооценивать мастерство инструментов можно, бывает там это не дашь, вот пилы, они людей используют вращения 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 такие вот вращения делаются пилы, вращения вращения ровно длинные, достаточно сложные. А с ним можно не спорить, конечно, но какой-то ресурс денег только потерялось, там нужно выкрустить и купить вращения 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 А обычно так это делать вращения в doit и зашлифовывать так вот и зашлифован во все стоит для необходимых специальные какие-то устройства можно сделать вращения Вполне. Мне кажется, что мы выпускаем проводку то, что, наверное, какие-то приводы были. Либо электрические, либо... Я, кстати, очень думаю, что с электрическим люди дружили. Потому что в сказках наших волшебных детальцев, цветного зеркала тоже напоминает партюры. А потом взять люстры, которые вмешаны... Это же много-много таких кристальных... Сейчас я делаю люстры, кристальные такие. А я думаю, если они были дополнены газом, или сели просто на этот разрешение, они сетились. То есть это не просто такой кусочек тепла, это была полночка газа, в которой светили. И тогда это объясняет, что вот... Зачем делать вообще такое люстры? А так вот зачем такая люстры? А вот если бы они светили, то это просто сепитрами люди губили. Очень доходно затачивать разную, по работе сепитрами. Ну, сооружение вот это... Ну вот оно показывает явные методы сто Cuakel Закамад undergoing мне то, что эти шипологи, достаточно достаточно. Эту кристологии вот, окружающие... Даже зашили EugeneSEぜongワ... Это куда-нибудь, там. Чем-нибудь просьба... Четровая курса будет что-то типа Южнад. Эту тоже достаточно короткие приметили, шиповая курса. Я вот такой еще, ну вот... Недалеко, так вот, шиповая курса. Видно не видно? Не, сейчас рабочий стол видит. А, ну и так, да? Нахарит в подсказке. И так, что есть тоже определенные длительности брайки, от ленина на намагу, так и на подсказке. И каким-то образом мы всегда должны были использовать либо карень похожий, либо тоже песок включённый, а еще коробовые похожи. И что ему? Ну, давайте преследим. Знаете, вот что в станоке, на котором вы показывали такой конкретик, он стоит около миллиона, станок, который придёт от лодок, если он хочет... И плюс, эта заготовка броника, это же... И доставить надо. Она весит такой... Сколько она весит? Ну, только ванна 48 тонн весит. А ведь от неё откалывали и выбирали, то есть заготовка изначально ещё больше. Она пустота, собственно. Да. И вот за чём доставляют, или... У меня полная задача... Однозначно вот эта полная тяга зашает... Это реальность. Либо есть какая-то технологическая формула, чтобы выравнивать просто клещам. Допустая это абсолютно. В нашем мире, в принципе, возможно. Но... Я бы сюда верила в совет. А вот... По факту... Скажи, какой укус это остается. Ну, это и по сути. Ну, что там у нас в предыдущем как-то понравилось. А... Ваза, которая у нас находится... Эрмитажа, да? А... Простите, не расслышал. Вот эта ваза из Яршина. Угу. Это... Она где находится? В Эрмитаже? Так... Маленькая ваза Эрмитажа. Эрмитаж, да. Царица Ваз. Надо посетить и обязательно посмотреть. Как это удалось. Надеюсь, и это... Да... Очень интересно. Ну... Камень похож на то, что натуральный. То есть не говорится, что это Яршина. Я, кстати... Сейчас вот у меня есть фотография. Я её покажу. Постой. У нас очень похожи. Камень, кстати, на обработке. Зарезанную. Ну, вот это сооружение тоже очень интересное. Я не знаю. Она асимметричная похожа, да? Вот так вот стоит. Или она асимметричная? Ну, вот непонятно. Мне кажется, она овальная, а вот эта ножка посередине. Ну, трудно сказать. Вот под таким углом сделан снимок. Ну, опять-таки, а если там склейка, допустим, в верхней части и в нижней... Это всё вот так вот разглядеться. Либо она и сделана из монолита. Ну, скорее всего, склейка возможно здесь. В любом случае сделать вот такие вещи, это, помимо москвары, это всё и всё и расчёты. Расчёты, расчёты и расчёты. Лестницу круговую без расчётов сделать патронатично. А вот такие вот ответы, это вот эти лучи, которые расчёты, ну, очень сложно сделать. Ну, в принципе, вот, если только ЧПУ таких масштабов, то, собственно, причем не проблема будет. Я бы не сказал, что эта изделия сверхслёбра, но она представит своими габаритами, и... И под неё такая специальная машинка должна быть, которая способна стать объёмами и весом возможным. Здорово. Может быть, когда-нибудь сделают подобные. Ха-ха-ха-ха. Так, ну, у нас, скажем, по фотографиям мы пробежали. Ага. Теперь я открою страничку, где там вопрос, она. Ну, а производят александрийские колонны и атлантов. Ну, колонны, у которых александрийская колонна, и колонны у Исаакиевского с Топтогорья, они очень похожи. Собственно, по-моему, это одна и та же, хоть и не фирма, может быть, это всё производила. Ну, не говоря, по всему миру такие, вроде как там ходят. То есть Урмень достаточно такое популярное, наверное, тоже. И оно как бы в Италии, где-то там ещё, ну, в Америке даже, если поможет. А вот единственное время, когда её сделали, и машина, которая её сделала, это однозначная фигура врачи. Это делали на каком-то моменте. И это самый быстрый способ её сделать. Что это руками шутать или молоточком, это однозначно. Её хрутили. Либо её хрутили, либо что-то вокруг неё такое. Либо она уже стояла, её прямо на месте, там где есть. Ну, опять-таки, доставка таких. Ко мне это, это вот, где-то следы должны быть так представлялись. Но в Сибириах, это я крайне сомневаюсь, что более по питерскую тесность, болот на полу. Едешь там, как бы, там по местам, как там за один порт, и все проваливаются. Вовремя не было. Но вот, что я обратил внимание на некоторые фотографии, видеоролики, то здесь блёстки, здесь мрамор, ну, так, в отдельности, где огромное количество фарса, возможностей людей. Я не знаю, что это для медицины, я почти не знаю, что ли. И некоторые вот фотографии, ну, те, которые видели, они конструктуют, как бы, прозрачно. То есть, скорее всего, просто отлично. Ну, оказывается, доставка, когда отлично, вернее, шарфон, может быть, по всей машине. Ну, надо сказать, что это как смонтированные ролики, то есть, возможностей реальностью, как видите, я скажу, там просто по делам, и просто обработку, тогда, наверное, оставлять в ролике. Ну, и, собственно, вот, купить за скультуры. Ну, по большому счету, выполнение скультуры такого ролика, оно, в принципе, не сейчас делается. Ну, у нас вся страна, да, будто тоже устала на память, потому что там все используют. И, ну, совет, садил бы, в этом, когда... особенно Питер, это вообще, конечно, скультурная скультурия. Ага. Я посмотрел фотографии с 2007 года, когда вот был первый раз в Питере, ну, как пункт открыт. Я еще раз там вот пробежался с этой фотографией. Там же везде культура есть скультура, скультура сети. Сеть такая вот. Я, конечно, очень интересно, как это все делают, но мне надо еще сказать, знаете, что в результате я обратил внимание на то количество шлама, это именно подходят и там резко, в том числе, которое использует для отработки. И, понимаете, вот в неделю когда два мешка вот этих, вот так, вот этих вишня, и вот там, то, только вот в серверх, вот этот вот шлама, вот это вот шлама, который насаживает специально на костя, и его вода, в шлапе вот этот шлама потом седает и его восстаркнувает, и вода заново циркулирует. И вот я как-то понял, что он что с этим шламом все будет делать, и вот когда-то мне это сказал, я вам сейчас в городе сферу. Вот я вам определился на потенечке, что с помощью определенных полимеров весь этот шлам может обраморно сделать все. То есть типа литья, да? А? Типа литья получается? Ну да, и дело в том, что отличить, допустим, то это же и сам-то с этой литья мраморка, если она пришла в ассор с мрамором, я не знаю, что это не так. Ну вот эта мраморная мульча, вот это, если ее решать подпекаться, то ей можно вот запросто обливать в виду, как в основе своей, и любить из мраморки. То есть вам уже там такой свинкульчий взгляд, там, какой-то полимеровый вид, сакры, че-то, не могу сказать, что это. В принципе, руками можно сделать все в порядке. Все в порядке. Единственное, что время, стройки, опыт, способность, которая однодажды послужит, способность, и любое себя сделать. Вот так вот. Поэтому сделали бы мы такие скультуры, и сделали бы мы такие колонны, но здесь больше вопросов не в том, что смогли бы или не смогли бы. Смогли бы. Единственное, что если такая вот потребность и задача достигнут финансовые возможности, потому что там финансовые возможности должны быть просто полотна. Спасибо, Дмитрий. Еще раз огромное за ваше время, которое вы уделили мне и моим зрителям, за ваш подробнейший такой рассказ. Спасибо вам огромное. Благодарю от всех подписчиков, от всех зрителей. Не прощаюсь. И желаю всего вам хорошего на вашей нелегкой мастерской работе по обработке камня. Пусть наша работа будет легкой и интересной. Да, да. Пусть она будет легкой и интересной. И радует своим искусством, своей грандиозностью. Радует и нас, и последующие поколения. Спасибо вам огромное, Дмитрий. Благодарю и вас, и его отоборот. Спасибо, до свидания. До свидания. До свидания.